Здравствуй, моя большая вторая родина. Да, чем-то он похож на Москву, но все же он особенный. Я еду к Диме, целую неделю мы будем жить в траке. Если сладкого нет, жизнь его не так. Ты купил дом, например. Привет, Паплиска. Поехали. Ребят, всем привет, это Новый Влог. И сегодня мы летим в Нью-Йорк. Через буквально полчаса у нас уже вылет. Точнее, у меня вылет. Я лечу сегодня один и знаете зачем? Для того, чтобы ставить на нас офигительный контент. Потому что эта поездка будет совершенно нестандартная. Не такая, как все. А знаете почему? Потому что эту неделю я буду жить в траке. В настоящем американском траке. Короче, ребят. Сейчас мы подкрепимся. На самом деле, достоинство большой приорити пасс зон. Если быть точнее, то лаунж зон. В том, что где-то на стыковке всегда нужно ждать самолет. Здесь можно в тихой обстановке немножко релакснуть, потушить. Ну и, соответственно, перевести дух перед длительным полетом. При этом, при всем, вся еда, все закуски, они, как правило, включены уже в проходной билет, так называемый. Как получить приорити пасс и не заплатить за него ни рубля, расскажу вам чуть позже. Либо сделаем внизу описание, как это можно сделать. Это реально крутая штука. Мы не так давно научились ей пользоваться. Еда здесь очень разнообразная. Вот, например, гречка, рис, всякие овощи, есть паровые котлетки. В общем, все примерно по-домашнему, почти как в ресторане. Только за это не нужно платить. Что вы получаете? Получаете вкусную еду, свежий кофе, алкоголь. Это вино, водка, виски, ну и так далее. И получаете хорошую, комфортную обстановку перед рейсом. Короче, кайфушки. Всем советую посещать перед вылетами приорити пасс-зону. Конечно же рыбка. Сэндвич с семгой. Самый натуральный, свежайший. Думаете, чего лучше взять? Это или это? Это. В зал приеду, пойду. Да, конечно, не самый лучший вид. Но, тем не менее, кушаешь с видом на самолете. Офигительно. В тишине, комфортнее. Вкусненько, хорошо. Почему приорити-зал? Да потому что. Потому что. Смотрите, как тут красиво. Охренительно. В общем, я напился кофе, наелся от души. А теперь я иду на посадку в самолет. Мы летим в Нью-Йорк, а потом в Атлант. Полетели. Нифига себе, какая у нас птичка. Вы только поглядите, какая она здоровая. Три ряда около окна, четыре по центру. Три ряда около другого окна. Ну а теперь можно сказать, по-настоящему полетели. Ребят, уже летим два часа. И нам принесли покушать. А знаете, чем кормят на рейсе Москва-Нью-Йорк. Кормят достаточно вкусно. У нас салатик, который я уже съел. Баран с булгуром. Булочка. И пирожок. Все это дело запиваем чаем. Еще, кстати говоря, один лайфхак, если вы вдруг летаете далеко. Я всегда использую наушники Босс. Сейчас я вам покажу. Они очень крутые. У них есть шумоподавление. То есть, когда вы их одеваете, вы абсолютно не слышите, что происходит вокруг. То есть, полная тишина. И они беспроводные. Короче, выглядят они вот так. У них есть специальный чехол. Ну, цвет не важен. Зато звук офигительный. Для вам хорошего просмотра. Полетели. Здравствуй, моя большая, старая родина. Окей. Короче, вот она и Америка. Все улыбаются. Все как в тех фильмах. Сейчас нужно подключиться к Wi-Fi, потому что до сих пор неясно, где я сегодня буду жить. Либо я сегодня останусь в Нью-Йорке, либо все-таки мне уже взяли билет. И сегодня, прямо сейчас, после того, как я получу багаж, я отправлюсь в Атланту. Ребят, вот вам еще один лайфхак. Если вы хотите продлить немножко свой световой день, то берите билет в Нью-Йорк. В 3 часа дня вы вылетаете из Москвы и в 12 по Москве ночи вы приземляетесь в Нью-Йорке. И здесь только-только зашло солнце. Здесь весь день вы летите по солнышку, наслаждаетесь прекрасной погодой и заряжаетесь позитивной энергией. Все, я пошел на регистрацию, на паспортный контроль. Хорошо, ребята, в автомате есть русский язык, перед тем, как вы пойдете начать действовать. Выберите русский язык, если у вас есть проблемы с английским. Ребят, в общем, я нахожусь в аэропорту JFK. В общем, сейчас жду машинку, 4 минуты мне показывает лифт. И я поеду в Нью-Йорк, в Бруклин. Если вы прилетаете в Нью-Йорк, скачаете Uber, скачаете лифт, посмотрите ценник там и там. Вот Uber мне показал на 13 долларов больше, чем показал лифт. Также в Америке есть совместные поездки в приложении лифт. Там можно вообще сэкономить и доехать за очень дешево. Сколько стоит добраться из JFK до, например, Бруклина либо Нью-Йорка? В среднем это будет 50, 60, 70 долларов. Но меньше мы ни разу не добирались. Это стоит учитывать. Все, жду машину. Как было 4 минуты, так и здесь 4 минуты, он что-то зависит. Один чувак у меня слился, бабки списали, а он отменил поездку. Вот сейчас, собственно, смотрю, он автоматически вторую машину подостал. Поедем с черной женщиной на Хонде Пилот. Вот так она выглядит, она прям уже рядом со всем. Здравствуйте! Я хорошо. И ты? Я хорошо, спасибо. Моя машина. Все, сажусь. Хорошо. Хорошо. Ахитам Фимин, как ты сегодня? Что? Как ты сегодня? Как я сегодня? О, боже мой! Я не говорю английский. У меня немного английского. Какой язык ты говоришь? Франция? Русская. Русская, окей. Ты двигатель? Я двигатель. Только двигатель. Только двигатель. Да, только двигатель. Лифт. Я делаю оба. Uber и Lyft. Привет, блогер. О, ты блогер? О, ты блогер? О, боже мой! Окей. Я новый блогер. Ты новый блогер? Так, ты здесь в GFK. Вот здесь. Лифт, конечно, тут очень веселый. В общем, прикольно пообщался с этой черной женщиной. Женщина такая угарная, но я, к сожалению, языка особо сильно не знаю. Поэтому... Рыба проплывает. Короче, жмем, на второй пробуем. Да, это он. Пахнет травкой. Жаривать можете это почувствовать. Прям вообще дикий запах травки. Тут курят травку. Нет, не тут, вот там. Здорово. Я опять вас нашел по травке. Короче, куда мне вот это добро девать? Завози. Завози. Короче, ребят, все, я добрался. Целый, здоровый, невредимый. Здорово, бро! А вот когда самые первые из Англии эмигранты приплыли на Майфлауэре, им всем было нечего жрать. И почти все умерли. Но те, кто выжил, потом стали тусоваться с индейцами, и индейцы угостили их индюшкой. И вот с тех пор они радуются и валят индюшку в честь. Короче, я вам переведу. В общем, сегодняшний день, 28 ноября, и американцы в этот день все дружно валят индюшку в семейном кругу. Вот такие вот дела. Ребята, видите, дерьмо. Это значит, мы в Нью-Йорке. Именно так тут выкидывают мусор просто на улицу. И потом с утра его собирают. Ну, короче, вот такая движуха. Да, везде кругом американские плаги. Американцы, конечно, помешаны вообще прям на символике, на своей стороне огонь. Лично мне американский флаг очень нравится. Красивый. Смотрите, здесь уже вовсю готовится к настоящему Рождеству. Для американцев Рождество является самым главным праздником в году. Не Новый год, а именно Рождество. Обычный билдинг в Бруклине, спальный район Нью-Йорка. Прикольная, да, надпись? Типа, приветствуем вас на 80-й и 86-й улице. Типа, йоу-йоу-йоу, йоу-нига. Такая тема. Нью-Йорк, кстати, интересный город. Смотрите, просто тут везде подземелья сплошные. Это нормальный, абсолютно, типа, подвал-склад. А здесь, типа, делают метро. Весь Нью-Йорк такой, весь перекопанный. Видите, в каких-то подвалах, подземельях. Ну, короче, такая тема. Что дальше увидим? Сейчас идем, короче, в Сенчер. Идем в Ти-Жи Макс. Что-нибудь хорошее урвел. Ну, вот, в общем, ребят, зашел в стоковый магаз. Смотрите. Сумочка Майкл Корс. 99 баксов. Мне кажется, хороший ценник. Такая сумочка. 119 баксов. Нормально, берем. Скажем, что такая еще пафосная есть. Майкл Корс. 168 баксов. Это реально перебор. 168... А, нет, 168 была цена. Стало 89 баксов. Короче, ребят, Тимберленд ремни. Оригинальные. Цена 17 баксов. Вообще нормально, да? И самое главное, что продукция оригинальная. Вот, есть Call Hell. Есть классики. Ребят, как вам цена? Ремень. Кельвин Клейн. Оригинальный. Ценник 14.99-16.99. Кельвин Клейн двинцы. Точнее, Кельвин Клейн. Оригинальный. 20 баксов. Вот такие крутые вообще штаны. Прям по рыбчику. Круто очень ходить. Я себе взял такие. Приезжаешь этот раз в Нью-Йорк. Вещи набираешь сразу же на год. И кайфуешь. Вот такие белочки. Все интересно посмотреть, сколько у нас получится. Итого. Баксов, 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 баксов. 100, 200, 300. Или всего лишь 50. Я думаю, что в соточку должны уложиться. Короче, ребят, на 200 баксов набрал. Ребята, я совсем забыл я вам показать. Уже ночь на дворе. То, что меня удивило в первый раз, когда я побывал в Нью-Йорке. Это вот такие парковки. Смотрите. Они просто бомбические. Это очень крутое решение для современных больших городов. Потому что места не хватает. А с помощью таких парковок место можно действительно сократить. И вот забыл еще самое главное. Когда люди говорят, что Нью-Йорк грязный, это действительно так. Нью-Йорк действительно грязный. Он грязный. Очень много бездомных. Очень много также хороших дорогих машин и дядь в дорогих костюмах. Но при этом, при всем, он своеобразный. Он реально своеобразный. И ты тут идешь, и по факту около дорогого дома лежит какой-нибудь бездомный прямо на бетоне. На картонке. Среди мусора просто спит, например. Потому что у него нет дома. А нет дома просто из-за того, что он устал. Он устал бороться с этой же схемой. Вот видите. Ну таких реально очень много ребят. Которые по факту не пьяные, не наркоманы, ничего. Просто у них нет дома. Они не смогли бежать и успевать за этим миром. Кредиты, всякие факапы и так далее. Просто их скосили с ног. Это реальная история. История обычного американца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Слушайте, но Нью-Йорк не перестает удивлять. Смотрите прямо на Манхэттене, по центру Нью-Йорка, передвижной барбершоп. В России вообще такого никогда не видел. Интересно, что там внутри? Давайте зайдем, посмотрим. Мне безумно интересно. Реально крутая модель. Чувак приехал, подогнал свой фургон, включил генератор, вот и занимается тем, что стрижет прямо в центре Нью-Йорка и не платит аренду, прикиньте. Ребята, это реально настоящий барбершоп, только на колесах. Смотрите, тут есть даже такая зона, где можно подождать. Короче, пользуйтесь, у нас точно такого нету и хорошая рабочая модель. Прям в центре города и платить даже за аренду не обязательно. Не, ну реально круто, согласитесь, сто процентов. Так как отдых у нас сегодня получился бомжатский, кушаем мы тоже по эконом-классу. В общем, взял хот-дог. Доллар, 69 он стоит, плюс налоги. Короче, на 7-11. Это даже не заправка, это больше сеть магазинов, наверное, называется. Короче, сеть магазинов 7-11. Прикольный же праздник, да, придумали американцы, чтобы вытащить перед Новым годом дополнительный бабок со своих товарищей. Бизнес везде рулит. Короче, ладно, в общем, идем в магазин Nordstrom, смотрим, что здесь как интересно, что есть по скидкам. Ну, кстати, не особо много народов. Что-то снаружи казалось, что будет гораздо больше. Пол зала и только, только женская пол. Я решил вам провести короткую экскурсию по Воронстромбеку. Кажется, что здесь по ценам, давайте глянем. Сейчас есть интересное. Хера себе. Короче. Парни, вообще огонь. Версачи. 134 бакс. Что, нормально? Ну, кстати, нормально, удобные. Очень четкие. О, макасики нормальные. Короче, что такие макасы есть. Хер знает, что за фирма. Хер знает, сколько стоит. Ничего, короче, ценник у него. Нашел Стив Маден. У меня есть такие летние. Вот так они выглядят. Ну, а это осенний вариант. Короче, вот такие нормальные боты. Реально стилевые. Ценник. 69 баксов. Вообще офигительно. Стив Маден. 69 баксов, прикиньте. Та штука, которая меня очень сильно удивила, когда первый раз я в США приехал, то, что в торговых центрах можно зайти в туалет. А если бы точнее, то прямо в торговом зале есть уборная. Не важно, маленький магазин или большой. И они абсолютно не парятся по поводу того, что мы там русские можем прийти, набить пакеты и пойти в туалет, там что-нибудь размагничивать. Ну, такая культура. И на мой взгляд, это реально очень круто. Просто, просто удобно, комфортно. Ребят, я пришел в Мессис. Тут вообще просто все, биткоун, столько народа. Все что-то покупают. Все тасуются, песни поют. У них прям реально Black Friday, праздник какой-то. В общем, огонь. Ну что, малышка, в 100 лет мы с тобой не виделись. Да, я обнимусь, а с тобой. Ребят, если вы в Нью-Йорке захотите вкусно покушать, и самое главное, что относительно недорого, ну, в среднем, там, по-моему, 7-12 долларов, то, в принципе, это хорошее место для того, чтобы вам его можно было порекомендовать. Называется Чикотли. Между прочим, многие русские его знают, потому что, когда ты там кушаешь, то постоянно слышишь русскую речь. Выглядит примерно так. Эта большая сеть находится по всем штатам Америки. Просто запомните название Чикотли. Место достаточно стильное. Не всегда бывает, правда, чистое, но еда нормальная, проверенная. Проверенная, не такой. Знаете, куда мы направляемся? Вам, наверное, нифига не видно. Те, кто смотрел выпуск с Праги, поймут. Музей секса. Интересно, что там заценим. Ну, конечно, я не знаю, наверное, внутрь не пойдем, заценим, что там снаружи. Ну, по размерам не особо, честно говоря, большой. Праги был огромнейший. Нормальный, короче, тут, да? Ни хера себе. Такая-то получается секс-шоп, наверное. Смотрите, 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 какие хера читает. Парень с девушкой выбирают себе этот. Веселая штуковина. Такая-то получается просто магаз, секс-шоп. Это секс-шоп, это не музей секса, ты меня обманула. Ух, какие всякие штуковины. Ну, написано было музей, да. Смотрите, какой ассортимент тут вообще, прям, всякие штуковины. Это не наши московские секс-шопы, в которых заходишь, а там 2 на 2 комнатушка, и все. Может, или какие-нибудь сюрпризы прикупите, а? Ну, а ты ешь, и все, и там вообще беда. Расчет тут еще есть, тикет. А, музей-то там. Это типа секс-шоп, а там дальше музей. Короче, ребят, крутая модель. Они сделали при входе в музей секс-шоп. Типа, смотрите, нормальная движуха, нифига народа. Все что-то входит, покупают. А дальше уже идет музей. Вот туда. Красота. Простой билет стоит 20 долларов, но за 30 долларов можно поучаствовать в интерактивной игре. Ребята, в интерактивной игре за 30 долларов. Бля. В Нью-Йорке просто невозможно дышать, потому что здесь везде, везде буквально курят траву. Запах марихуаны повсюду. Даша, а здесь вообще как насчет травы? Леголайз? Нет, но все можно. А как нет, но все можно. Ну реально, вот идешь, каждую минуту я чувствую, из каждого переулка запах травы. Если будешь идти и курить, ничего страшного с тобой не случится. В метро, ребят, в вагоне тоже воняет марихуана. Кругом одна марихуана. Мне кажется, что столько марихуана, сколько курит Нью-Йорк, не курит ни один другой город. Я думаю, вообще нужно делать травка-трип. Как ты считаешь, травка-трип будет у вас требована зрителями? Не знаю, не знаю. Может быть, это нехорошо? Наверное, наверное, это нехорошо. Короче, пришли мы к Мессису. Это центральный магазин, большой шмоток. И интересно, что здесь происходит. Потому что ранее, несколько лет назад, тут люди в эти дни специально приходили ради скидок и давились. Реально были смертельные случаи, потому что людей затаптывали. Он настоящий! Он настоящий, реально, смотри. Он настоящий? Конечно. Нет, подожди, Даша, он настоящий реально, нет? Нет, конечно. Что, ты настоящий, думаешь? Реально настоящий медведь? О, реально, смотрите, лапы шевелят, короче, прикиньте. Black Friday. Black Friday. А что за ограничения? Это они, кстати, готовятся по ходу, видишь? А, наверное, будут толпу растушевывать, да. Реально. В общем, у нас сегодня обзор Нью-Йорка, ребят. А вот это, это мусор. И в Нью-Йорке, наверное, не увидели. Короче, в Нью-Йорке постоянно выбрасывают мусор с кафе, с магазинов. Вот видите, на другой улице такая же штука. А знаете что? Я поймал себя на мысли, что в Нью-Йорке, в центре, на Манхэттене, я бываю чаще, чем в нашей родной, великой Москве. Хотя живу я в 10 минутах езды от Кремля. Реально странная штука, но это факт. А у тебя, Даша, часто ты бываешь на Манхэттене? Никогда. На Манхэттене, да, но здесь никогда, ни за что. Ну вот. Получается, там, где мы живем, мы практически не бываем. В общем, ребят, а это световое шоу Нью-Йорка. Типа на него обычно собирается много людей, но, честно говоря, в Москве как-то покруче будет, наверное. Много очень таких вот перевозных лавочек, которые готовят всякую еду на пережаренном масле. Просто дико воняют. Всякие какие-то хот-доги, булочки, хирубочки. Короче, просто невыносимо. Ребят, вот еще одно доказательство того, что Манхэттен нифига не для нас, нищебродов. Короче, смотрите ценник. 7 часов 27 баксов. 24 часа 35 баксов. Еще плюс к этому ко всему 18% налог. 35 баксов плюс 18% налог. Да, это... И, кстати говоря, это еще дешевая цена. Цена тут вообще космический запаркинг. Ребят, как считаете, если в офис такой поставить при входе, нормально будет? Даша, короче, смотри, я сейчас захожу и задаю ему много вопросов, я его отвлекаю. В этот момент ты... Блин, колесики. Ладно, тема не удастся. Вон, видишь, он уже насторожился. Ходит. Блин, крутая. Такие сиськи у нее. Это же символ Америки. Блин, ладно, пойдем. Ребята, красота. Все светится, все горит. Классно и красиво. Но! Есть одно большое, очень значительное но. Пойдемте, я вам покажу сейчас обратную сторону этой медали. Ты купил дом, например. Вот, предположим, ты купил дом за 500 тысяч где-нибудь в Абстейте. Скромненький домик. Ты купил его, но он все равно не твой. Ты все равно будешь за него каждый месяц делать выплаты. И поэтому, если, не дай бог, с тобой что-то случилось, ты за свой дом не смог вовремя заплатить, несмотря на то, что ты купил его за 500 тысяч, тебя его могут все равно забрать. И все, и будешь вот так вот. Как сейчас мы увидим многих других, остальных людей, с которыми случилась беда. Никто не застрахован от того же самого. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Спроси, что случилось? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? О... Это очень много, странно. Я grew up being a construction worker, matters changed, everything changed real quickly. Like, for instance... The entire economy has changed, and all the rules have changed. It's just a pocket full of nonsense. Да, он просто говорит, что в один прекрасный день он понял, что это все того не стоит. Он просто не смог справиться с бумажками, что ты там полгода не работаешь, тебе надо... Он работал на construction, у него был свой пикап. Трак он ездил, делал construction работы. Там и здесь, там и здесь. И жизнь была простая и хорошая. Но потом все стало по-другому, и он считает, что эта страна уже не та страна, которая была раньше, когда ты мог просто водить трак и быть счастливым. Пикап-трак и просто работать и жить счастливой жизнью. Теперь тебе надо постоянно гнаться, тебе нужно постоянно обновлять свое резюме, гнаться за бумажками, за бумажками, за бумажками, чтобы получить эту работу. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, вот так выглядит метро в Нью-Йорке. Смотрите. То есть, если вы не знаете, что метро, то вы туда никогда не спуститесь. С виду обычный переход. Но это не переход, это вход в метро. Как вам прикольно? Слушай, а как увидеть, что это метро, а не переход? Улица написана, значок поезда, что здесь ходит. Ну, как у нас, нет такой штуки, там, с буковкой М, не знаю, там еще с чем-то. Нет, написано Subway, что переводим, значит, метро. Subway у нас есть, это хот-доги продают. Сетка Subway. И сетка Subway тоже есть. Окей. И в кружочке нарисовано, какой поезд, какая ветра. Короче, в метро, ребят, проезд стоит 2,75 и работает вот так. Турникетик, карточка и по старинке так. Хоп! 2,75 улетела из моего кошелька. Нам налево, направо. Все старое, разъебанное, грязное, такое прикольное. Тебе тоже нравится, да? Сейчас я тебе крыс хочу показать. Крыс? Ты что, реально здесь есть крысы? Да, здесь очень много крыс. Да ну. Говорят, что тут есть крысы. Я, кстати говоря, про крыс очень много слышал историй. Покажи мне крысу, удиви. Пока не вижу. Старичка. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Кажись, я нашел ее. Она, вон она, на поддоне с едой. О, парни. Я нашел крысу. Вон она уже зажаренная. Зажаренная. Там парень ее кушает. Вы просто послушайте. Не, ну крутой же инструмент, да? Особенно по утрам в тонус приходить. Трин-тарин-тарин-тарин-тарин. Доброе утро. И мы в Нью-Йорке. Эй, ребята, вы смотрите, какая тут красота. Настоящая, американская мечта. для парня из России. Делек не нужен. Со скидкой отдам. Короче, вот здесь вот мы живем. Точнее, я живу сегодня. А Даша живет постоянно. И вот смотрите, какая красота. Прямо, когда выходишь из подъезда. Ух, вообще, американская мечта. Все как в фильмах. Ребята, помните те самые автобусы? Школьные. Вот они они. Реально прикольные. Как в кино. Ничего не меняется. Мы сейчас идем по Пруклину. Направляемся в метро. В метро прыгнем. Пройдем примерно часик. И мы будем на Манхэттене. Ребят, когда вы покупаете билет в метро, всегда нужно вводить зип-код. Что такое зип-код? Почтовый индекс. Короче, это почтовый индекс. Без него вам не продадут билет. Я это сделал. Как у нас станция называется? 95-я улица. 95-я улица? Мы на конечной станции, да? Наш поезд. Наш поезд на конечной станции. Стрелочка нам показывает дойти. Направо? Стрелочка нам показывает дойти. А, типа. Короче, такая штука обозначает, какой поезд впервые пойдет. Как в тех гагстерских фильмах такое же метро. Ты должен быть на Американское Талене, не? Я был на Американское Талене. Нет, ты не можешь? Ты не можешь делать, что я делаю в 90 секунд. Ты понимаешь? И они помогают мне делать другие вещи, вместо этого. Ребят, я реально повелся. Я думал, что настоящая собака. Думаю, подойду, скажу, что он желодер, что на него нужно грим-приз вызвать. А он такой, типа, показывает, говорит, не, ребят, это не настоящая собака. Это, типа, мое произведение. Прикиньте, прикольно как. Причем, Нью-Йорк уже становится достаточно радостным, праздничным, уже все наряжено, ярмарки вовсю, рождественские. Много очень туристов. Ну и, конечно же, уже прохладненько стало. Видите, я в перчатках, в шапочке путешествую. Зачем, я остался сегодня без гида, Даша пошла на учебу. А у меня сегодня большая активная программа. Побывать в Нью-Йорке и не съесть американского бургера. Это прям грех какой-то. Поэтому мы в Макдональсе. Короче, братва, взял булку, сейчас будем ценить. Насколько американский бургер лучше нашего российского. В целом нормально. Чуть-чуть пересоленые и дерьмом отдает. Ну, зато сочный. Ладно, идем сейчас в магаз Бестбай покупать флешку, потому что у нас заканчивается флешка в общем-камере. Нордстромрэнк. Короче, ребята, это скидычный магаз. Тут реально очень хорошие цены. Реально крутые шмотки. Сейчас, короче, посмотрим, что из интересного есть. Ну, вот вам цены, ребят. Нормально, короче. 42%. 119 баксов Huga Boss. И, кстати говоря, кожу сейчас, наверное, придется померить. Размер 9. Нет, 9-й не мой размер. Сейчас что-нибудь себе урвем. О, мои тимберы. В один в один мои. 59 долларов. Короче, вот такой Тимберленд, ботинок, кожа натуральная. Надо смотреть, размер побольше. Вот, мои размеры на ряды. Так, что тут интересного есть? Только сегодня хотел оранжевые кеды. Jordan на 79 баксов. Вообще нормально. Вот, ребят, New Balance 59 баксов. Нормальный. Американский, настоящий New Balance. Вот вам и цены. Короче, я хочу себе босс урвать, но босса я что-то нифига не вижу. Короче, вот такие New Balance. Ну, реально нормальные, стилевые. Мой размер. Знаете, сколько стоит? 41 бакс. Плюс налоги. Ну, короче, нормальный. Есть еще такая другая тема в Америке, что все цены указаны без налогов. То есть, в каждом штате свой налог. И к цене еще нужно добавить налог штатов. Он там, по-моему, от 10 до 18%. Ребят, ну это уже перебор. 70 дюймов. Телек стоит 549 баксов. Короче, просто капец. Ребят, вы знаете, сколько этот телек стоит? 500 баксов. 500 баксов, сэр. Телек почти с меня ростом. Вот вам и Америка. 300 баксов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима, ну нормально, раз Даша сказал, долетят, значит долетят Можно я уже лягу и скажу тебе пока? Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok